Всем привет! Сейчас мы начнем историю от подписчиц. Я вам зачитаю, дам свои комментарии и вы в том числе можете написать в комментариях ваше мнение по этой истории. Добрый день, Галина! Уже больше полгода потела на ваш канал и всегда смотрю. И сама созрела обратиться. Пишу вам, так как уже просто запуталась и не вижу выхода. Моя история с тем самым несерьезным, по вашему мнению, турком, работающим в сфере туризма. С его слов, более пяти лет работает гидом и аниматором несерьезным, по вашему мнению. Откуда вы знаете, какое у меня мнение? Потому что оно могло как бы сложиться, да, но вот это такие истории присылают. Я же не говорю о том, что все в сфере туризма, например, такие плохие, фуки-бяки, несерьезные, например. Нет, и у меня есть, например, знакомые какие-то, незнакомые, кто девчонки замужем в этой сфере, живут в Анталии, у них все в порядке. Это просто истории такие присылают. Я не говорю про всех. Я хочу вас пригласить на участие в моем новом марафоне, который состоится у нас, начнется с 3 февраля. Марафон называется «Хочу и надо». Как понять мои истинные желания? Я живу так, как я хочу или так надо? А надо для кого? Для людей, для окружающих, для моих родителей или для социума, в общем. Как научиться жить, начать жить по своим истинным желаниям? Как их найти? Что такое эти истинные желания? В какой момент я их потерял или у меня их вообще никогда не было? Как жить по своим истинным желаниям и при этом не быть эгоистом, без ущерба для своих окружающих, для своих родных, для своей семьи? Как жить по своим желаниям, так как я хочу быть счастливым человеком, получать удовольствие от жизни, при этом повышать свою самооценку и грамотно расставлять личные границы в общении с людьми? Каждый четверг в закрытом аккаунте в Инстаграм, 4 раза у нас будет 4 эфира по часу, я буду отвечать на ваши вопросы, давать вам информацию. Также у нас, как всегда, будет чат в WhatsApp участников, где мы будем с вами обсуждать, делиться своими инсайтами, вместе улучшаться, преодолевать и развиваться гораздо интереснее и лучше. Этот марафон для каждого человека, который хочет проживать свою жизнь качественно, здесь и сейчас, и встать на одну ступеньку ближе и выше к своему счастью. Это будет 4 прямых эфира с раскрытием подобной темы, я буду вам давать задания самостоятельные для вашего выполнения, конкретно что нужно делать, чтобы понять свои желания, вообще с ними познакомиться, поставить какие-то цели в своей жизни, как качественно здесь и сейчас я могу существовать, уже сложившись в моей жизни, как я могу изменить свою жизнь к лучшему. Вся информация в инфобоксе под видео я оставляю в свою почту, пишите на почту, тему письма «Хочу в марафон», я вам все отвечу и отправлю всю информацию. Спасибо за внимание, теперь просмотрим видео. Я в Турцию в июле прошлого года был первым, никогда не рассматривала Турцию как страну для отдыха, считала, что это в принципе то же, что пройтись по нашему рынку везде одни торгаши. Но сложилось так, что цены на наш юг в момент наступления моего отпуска просто были нереальны, а путевка в Турцию вроде дешевле. Ну и соответственно паспорт и сертификат вакцинации у меня были в наличии. Прилетела я в Анталию сразу после смены, так как живу на Урале, одета, конечно, в спортивный черный костюм, кроссовки, сразу с самолета, погрузили на трансфер, ехали по жаре по 40, почти 4 часа до отеля. По приезду мне сказали ожидать номер, но сил у меня, увы, не осталось, было некомфортно и жарко, хотелось принять душ и все с себя сбросить поскорее, переодеться в комфортную по погоде одежду. На ресепшене стоял он и, недолго думая, залетела за стойку, забрал у администратора ключ, схватил мой чемодан и сказал «пошли». Я была очень благодарна ему, что даже не думая, просто видя, что он меня что-то ожидает, чмокнула его в щеку и сказала «спасибо». Я становлюсь, да, к себе внимания, просто, что кто-то на самом деле решает мою проблему, это ключевое. И я пошла на такое сближение, просто чмокнула его в щеку, сказала «спасибо». Мне кажется, даже это не дистанция, не нарушение личной границы дистанции, абсолютно незнакомому человеку, даже, например, в России, если вы живете, про Урал вы говорили, да, это тоже не окей и как бы... То есть, если решают мою проблему, это я к вам, да, обращаюсь, и берут какую-то ответственность за меня на себя, я уже готова пойти к телесному контакту. Он был аниматором в нашем отеле, показывал огненное шоу. Но, увы, в отеле я оказалась сразу с этого момента как под охраной, он постоянно был везде рядом, если кто-то мне подсаживался знакомиться, то он этого не позволял. Мне интересно, как он это делал, скидывал человека со стула? Если это такой же, как и вы, турист в отеле. Это чистая шутка. Все вчера были у меня практически... Все вечера у меня были практически одинаковые. Он собирал группы на дискотеке, я с группой отправлялась на очередную дискотеку. По прошествию моих семи дней и шести ночей он попросил меня остаться и договорился еще на пять ночей с владельцем отеля. Я осталась, но не из-за него, а просто познакомилась с хорошей компанией девушек, мы и сдружились. Тем более, время у меня еще оставалось. Уезжая домой, я не думала, что будет писать мне он или звонить. Отнеслась как к курортному роману, но поприлету домой, только открыв интернет, была поражена количеством сообщений и звонков. Я... Как бы я вообще... Понимаете, вы имеете право реально каждый на свой роман какой-то и так далее. Просто здесь прикол в том, что он, например, курортный роман остается на курорте. А другой роман развивается в нашей повседневной жизни. Как вы сказали, я приехала домой и началось. С августа моя жизнь изменилась. Ежедневно, каждый день по 20-30 звонков. Все это с видео. Несерьезным. Что разница у нас в возрасте большущая, 16 лет. В отеле он мне говорил, что ему 38. Я узнала о его настоящем возрасте, когда документы показал и знакомил с семьей мой приезд уже в октябре. Здесь я остановлюсь. Если вас мужчина обманывает свой возраст и завышает, чтобы ему казалось, и вам казалось точнее, что ваша разница в возрасте гораздо меньше, у него есть определенный интерес на это. Он не хочет показаться юнцом, несерьезным и так далее. Если мы здесь берем формат курортного романа и каких-либо, ну, заблажек альфонса, допустим, и это ничего не к этому письму, я вообще в общем рассказываю, что здесь такой информации не было, то для вас это сигнал для женщин, да, если вы видите, что он где-то на статус ниже меня, он младше и так далее, он пытается, он пытается казаться старше, показать, что типа я тебе ничего не хочу, я тебе не хочу зависеть и так далее. Это некий обман. И неспроста, то есть у него страх, что ты подумаешь, что мне что-то от тебя нужно. Либо для него это проблема, но он не такой, либо у него есть какой-то, назовем, тайный план, чтобы ты, не дай бог, подумала и узнала правду. Это просто для размышлений. Он поменял работу, очень комплексовал, что не понравится разнорабочий из банановой фермы, все говорил, что риэлтор он, то есть он уже был аниматор, что это он стал разнорабочим и риэлтором, что-то я не поняла. Он был удивлен моей реакцией, ну и моих подруг, когда мы наоборот сказали, что уважаем его за то, что он из отельного мальчика стал мужчиной и трудится. Весь отпуск к тебе я провела вместе с ним и на его банановой ферме и подружилась с его директором и со всеми рабочими. Все ему говорили, что у него прекрасная жена и будет идиотом, если меня потеряет. Он сильно изменился, перестал пить, стал почти сутками работать, он еще и пил. Взялся, как говорится, за ум. Ну и перестал сочинять сказки и вешать лапшу Мауши. До этого постоянно врал, что жил в Германии, когда я ему объявила, что хватит врать. Я знаю правду, что семья его небогатая, четверо детей, и отец уехал в Германию, оставив его и мать. Знаю всю семью, кроме отца, но его директор, по сути, относится к нему как к сыну. Это друг их семьи. Уже к нему очень привыкла. Да и что скрывать, очень люблю, он хочет свадьбу. А у меня комплексы, долбанный возраст, слишком большая разница. Я всегда говорила, повторюсь, разница только в вашей голове. Он знает, что меня держит в России мой кредит и ждет. А я приезжала уже четыре раза. Ну и в силу своей независимости, а может и глупости, плачу сама из-за себя, из-за него. Он очень заботливый. Я ни разу не подходила ни к плите, ни к чему. Он готовит всегда к моему приезду, договаривается на выходные, а потом работает без них. То есть он для меня лишается чего-то, страдает для нас. То есть вас это очень впечатляет, вам это приятно, что он, конечно, на самом деле пытается что-то вкладывается. Мои условия он все выполнил. В отелях не работает, знает более пяти языков, не употребляет алкоголь больше, так как работает теперь водителем на машине, не ругается больше матом никогда. А я знаю, что его условия не выполню. Это приехать к нему на ПМЖ, выйти замуж в апреле. Я просто не смогу к тому времени закрыть кредит. Вот и подскажите, что же мне делать? Как вообще в этой ситуации разобраться, кто он и что? Врать, мне кажется, до такой степени никто не сможет. Подруги говорят, что ты уже наработалась, из тебя хватит. Он не подходит тебе материально, и посмотри на его руки, ноги. В смысле? Если уж переезжать и строить жизнь, то с обеспеченным, а этого ничего нет. Даже одна подруга решила познакомить. Только я с ресторана сбежала к нему, не могу я так с первым встречным. Была замужем, но по приказу прожила 15 лет, а потом набралась смелости и выгнала. Воспитала одна без алиментов сына и дочь. Теперь они взрослые, а я по сути так и одна. Не нужны мне расчетливые русские маминкины сынки, что к 40 ничего не могут и не умеют. А это отличается, да? То есть потому что он работящий, и типа работает, что-то делает. Вы с него вот это вот маминкиным сынком вы не называете, я так понимаю, да? Сейчас я это объясню, почему я на этом заострила внимание. А вот такой появился по поведению, ему и не дашь его 32. С ним чувствую себя комфортно. Но настораживают все эти истории про курортные романы в Турции. Он знает, что не богато, что приеду ни с чем. И в принципе ничего ведь кроме работы не теряю. Но боюсь. А чего? Всего. Вот такая история у меня и как быть. Время идёт, он считает дни до 4 апреля. А у меня полная каша и боязнь, что мой последний шанс уйдёт. Ну вот, пожалуйста, вы сами ответили, что мне делать? Вы же боитесь своего возраста и того, что у вас уйдёт последний шанс. Всё. Точка. Вот он ответ. Вы сами всё это знаете. Здесь проблема в том, что вы не знаете, чего хотеть. Я вам посоветую, напишите, пожалуйста, список для себя моего идеального мужчины, в котором будет его внешность, внутренние моральные качества, его социальный уровень какой-то, да, что он должен иметь, что какие он взаимосвязи, кто что вкладывает, финансово, морально, всё такое прочее. И четвёртое – его связи в социуме с семьёй, то есть семейный, общается с родителями, не общается и так далее. Не про этого парня, а вообще. Какой вам мужчина нужен? Первая проблема – в вашей голове этого нет. Поэтому вы можете согласиться на многое и на него. Чего вы боитесь? Вы боитесь, на самом деле, не переезда, а вы боитесь своего возраста. И боитесь того, что со временем поживёте, вам с ним не понравится, вы увидите с другой стороны, он раскроется, а это всё равно произойдёт, и вы разочаруетесь, и вы потеряете время. Здесь страх не насчёт мужчины и другой стороны, страх насчёт моего возраста. Вы даже, так сказать, чёртов возраст, к сожалению, мне там, сколько вы написали, 48 лет, вот, всё с сожалением. И в конце вот вы прям пишете, у меня полная каша, боясь, что мой последний шанс. Вы просто убеждены, что этот парень – последний ваш шанс, лучше вы не найдёте. Если вы хотите жить под своим страхом, обслуживать свой страх, продолжайте бояться, переезжайте к нему, скорее всего, разочаруетесь, будете кусать локтем и будете жить в другой стране. Возможно, даже вам не на что будет вернуться обратно к себе. Здесь проблема в том, что вы не знаете своих желаний, вы не знаете, что вы хотите, понимаете? Вот для этого первый список идеального мужчины должен быть. Потом, посмотрите, этот парень списку этому относится, прямо вот в колонку «Идеальный мужчина» и его качество напротив. Плюсы и минусы. Если минусов больше половины, это не ваш идеальный мужчина, в котором вы не разочаруетесь. И почему я обратила внимание на сорокалетних, как там, маминкиных сынков? А он маминкин сынок. Это то, о чём вы написали, я таких в России не хожу, не хочу. Но вы такого нашли в Турции. Пусть он вам кажется самостоятельным, весь изменился, он исправился, вся история. Мои условия выполняет. Видите? Мои условия выполняет. Я его не приняла тем, какой он был изначально, а попросила исправиться под меня. И он мною условно дорожит, я ему нужна, что он исправляется. Становится таким, каким я его хочу видеть. Потому что разница в возрасте здесь важна только в одном. Что этот парень, кстати, где-то мой ровесник, ищет себе маму в отношениях. Поэтому мне хочется его назвать маминкин сынок. Мужчина, дело не в годах, прям 16-то что лет, это только цифра. По ощущениям, кто? Он без внимания, вот честно, это ребёнок, пацан без внимания, без любви папы, которых оставил, уехал, бросил. Он жил в депрессниках, где-то там с туристками Шуры-Муры крутил 100%, на уши ездил всем. Вы не одна, с кем он, по-честному давайте будем. Вы ему тут же контакт физически в щёчку поцеловали, он для вас что-то сделал. Всё, вот оно пошло. Вы встретились, два непрекаянных, скажем так, сердца. Вам надо, чтобы для вас сделали, сказали, я пожила под контролем, потом там всё сама. Мне хотелось, чтобы за меня брали ответственность. Я вначале об этом упоминала, останавливалась. А ему хочется вот этого контакта. Ему нужна мамина забота. Слушайте, ну столько уже это рассуждалось в видео, вы их смотрите регулярно. Причём мне этот вопрос задаёте. Я не буду, я имею в виду, ещё раз это рассказывать. Вы закрываете у друг друга какие-то потребности. Вы ему закрываете потребности больше. Вы его условия такой, властной женщины над ним и мамки в отношениях, закрываете. Ваше сомнение в том, что он не совсем соответствует, я уверена, принципам, вашим запросам идеального мужчины, потому что у него материального ничего нет. И ни, вот сейчас нет, и ни в ближайшее время не будет. Если начинать, как вам подружки говорят, приезжать и начинать с тем, у кого денег, типа, побольше, это не ваше даже желание, рассуждение, понимаете? Проблема в том, что вы точно не знаете, чего вы хотите. Какого мужчину рядом хотите? Я вам ещё задание накину. Но накиньте свой план жизни вообще, как вы себя видите через парочку лет. Как вы себя видите? В каких условиях жизни? Кем вы работаете? Откуда берёте деньги? С кем вы живёте? Не живёте? Одно, самостоятельно путешествовали, у меня есть мужчина и так далее. У вас нет вот этого понимания своего, чего я хочу. Своих желаний нет. Проблема на самом деле этого парня, боязни вашего страха, что мой последний шанс уйдёт. Конечно, вам встит, что он младше вас, он такой активный, сильный, эмоциональный и так далее. То, что будет ли перспектива с ним по жизни в деньгах, честно скажу, при хорошем раскладе, может быть, и будет. Вполне возможно, если он там условно работящий такой, увидите в нём этот моторчик, он может кем-то стать в жизни. Ещё не всё так потеряно в 32 года в Турции. Это ещё такое, как бы, ещё на пути он этого. До 40 лет ещё есть время. Если он предприимчивый, не боится рисковать, вы в нём это видите, он перспективой. Ему просто нужна вера, поддержка и поднятие самооценки своей. И тогда он это будет делать. Но это же до поры до времени. Помните, сколько рассказываю, сколько вам вот говорю? Здоровые отношения, когда мы принимаем, любим человека без условий. Остальные отношения, это нездоровые. По условию, когда человек закрывает нашу потребность, вы ему закрываете потребность нужды маме, внимание, вот этой семьи, которой никогда не было. И у вас потребность какая-то другая, вы даже её не осознаёте, зачем он вам нужен. Наверное, потребность просто не быть одной, потому что мой последний шанс уходит. Вот и всё, вот ваша потребность-то по сути, да? Закрывает вам это одиночество. Нет гарантии, что где-то его потребность или ваша со временем не изменится или просто не прекратит существовать. Не надо быть ему потом мамой. Он захочет девочку себе у своего возраста. Вот он риск. Или вам станет неинтересно. В том плане, что вы скажете, я устала, блин, за тебя что-то решать. Я устала быть твоей мамой, я не хочу быть в этой роли. Такое тоже может быть. Или я устала, что у тебя постоянно ничего не получается, денег у тебя нет, и ты вот, не воспользовался, скажем так, неким потенциалом, да? Не реализовался, ты не стал там, не супер прям успешно, что денег, например, больше, да? За карьерой, что-то такое вообще. Так что, ну, как бы не развивается. Есть большой риск, самый большой, то, что все останется так, как есть сейчас. Вот кто он и есть, водитель машины, он таким ему будет через 10 лет. Вот вы как приедете к нему на пустое место, ничем вы особо не обживете с ним. У вас будет хватать денег, там, на жизнь, на еду, и все, не больше особо. Но при том, у вас будет, пожалуйста, вы закрыт ваш страх, не быть одной, он закрывает эту потребность. Если вас такой расклад устраивает, едьте, не переживайте, как вы сказали, я ничего, кроме работы, не теряю. А что бы не попробовать? Ну, как минимум, держите где-то там на карточке отдельной, или там у своих детей, деньги для покупки, если что, уж обратного билета. Я бы так сказала. Что еще тут скажешь? Честно говоря, вот вы пытаетесь, скажем так, на меня ответность переложить, сказать, что мне теперь делать? Я бы посоветовала разобраться со своими желаниями. Не что мне делать, а чего я хочу. И вы конкретно не знаете, какого мужчину хотите, какое будущее свое, хотя бы с ним лет через пять, какое видите конкретно, как вообще себя видите и так далее. Вы не знаете, чего хотите. Поэтому вы не можете определиться, сейчас принять решение. Вот для того, чтобы принять решение, я вам сказала, идеальный портрет мужчины, соответствует он этому или нет, и как я вообще хочу жить, существовать через течение следующих лет, как я представляю себе свою жизнь, чтобы я была счастлива и мне было хорошо. Вот такие мои рекомендации. Я всегда под видео оставляю в инфобоксе почту. Если вам нужно как анониму прислать свою историю для видеоответа на канале, пишите в теме письма «История от анонима». Если нужна моя консультация как психолога, пишите в теме письма «Консультация». Если вы хотите поучаствовать в моем марафоне, который стартует 3 февраля, по поиску моей истинной желания жить, как я хочу, а не как надо и быть счастливым при этом, то пишите в теме письма «Хочу в марафон». Спасибо всем за внимание. Всем пока.